Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале про путешествия. Партнером нашего канала является 1xbet. Ставки на спорт, большие выигрыши, своевременные выплаты. Все это 1xbet. Надежный букмекер. Ну а сейчас серия наших путешествий. Погнали! Ну что, мы прощаемся с этим крутым местом. Мы идем в Свеции... А, мы в Свеции. Мы идем в Стокгольске, и после Турки, Хельсинки, Финлянд, и... Руси... Санкт-Петербург, Москва, Ярославль. Вы не из Санкт-Петербурга? Нет, мы из Ярославль. Это не большая город, близко к Москве. Ага. Но мой муж живет и учится в Санкт-Петербурге. Ага. Ага. Спасибо вам большое. Спасибо и добро пожаловать! Окей, окей. Кей! 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 А, кей! Ты снимаешь? Да, мы снимаем видео. О, может быть. До свидания. Может, в следующем году? В следующем году? В следующем году? Да. Может быть. Здравствуйте. Спасибо. И двигайте внимательно. Очень внимательно. Вот такие люди встречаются нам на пути. Она очень классная, очень смешная. очень артистичная тетчика. В общем, мы снова вернулись в Стокгольм. Все-таки это очень красивый город. Вот с такими какими-то замками, с очень красивыми домами, с этими маленькими светофорчиками невысокими. Мэп СМИ очень хороший, но он, когда ты начинаешь двигаться, зумирует и не видно, в какую полосу нужно уходить. То есть, при скорости. Вот. И в таких, на крупных развязках, он немножко подтупливается. Он может показать какую-нибудь безлюдную тропу в Монголии и подтупливает, когда, собственно, ты едешь вот по Стокгольму. Поэтому он такой. Хороший, но есть нюансы для него. Ну, из оффлайновых ксеросов лучше. Ребят, конечно, очень красиво. Стокгольм просто невероятный. Смотрите. Он еще такой, как многоуровневый. Вот эта вот высокая часть. Очень, конечно, красиво все. Мне очень нравится Стокгольм. Программа сказала, что здесь есть кемпинг. И завела нас вот. Когда-то, наверное, он там был. Смотрите. Вон там есть туалетик. Качели когда-то были. Вот. Но сейчас здесь нету ничего. Ехали по проселочной дороге. Вот такой. Едва Олежка. С маленьких-маленьких. Как Бэмби выбежали. Да, Олежка. Такие вот делали. Животных здесь вообще огромное количество. Да, лес такой своеобразный. Плотный. Массивный. Уверен, здесь не только Олежки живут. Смотрите. Вот по лесу еще есть куча вот таких вот, видите, как помостов. То есть для того, чтобы подниматься и с них наблюдать. Подскажите, кто знает. Это для того, чтобы наблюдать за ними просто, как бы там, может считать. Или для того, чтобы охотиться на них здесь. То есть мне так интересно для себя. Кто знает, напишите в комментариях. Просто в России, я знаю, специально делают такие большие высокие скротки. Вот. И, собственно, с них охотятся. Но они гораздо выше и немножко по-другому сделаны. Поэтому, если кто знает, напишите в комментариях. Интересно, что это такое. Если это для того, чтобы смотреть на них, то гуманизм, конечно, зашкаливает. Здорово, бомбина. Как дела твои? Это уже, по-моему, седьмой или десятый мы встречаем. Здесь огромное количество. Навигатор нас завел в какое-то место. Очень странное. Здесь, по ходу, собираются под корабли. Собственно, парковка. Возможно, просто какое-то место, где есть стоянка под корабли. Вот. Мы встали здесь под знак. Вот тут знак, на самом деле. Такой же, как там. И этот знак отвернул в сторону, чтобы не было никаких проблем. Сейчас хотим за машиной разбить тент. Везде тут стоят знаки. Ставим. Парковка запрещена. Попробуем запарковаться и здесь переночевать. По большому счету, это какой-то парк. Вот эта вот вся зона. Там зоопарк. Ну, и там, в принципе, центр. Поэтому вот здесь мы сейчас и остановимся. В общем, самое главное, чтобы никто из местных не вызвал копов. Потому что они тут все такие. Любят проявить бдительность. И позвонить. Сказать, что какая-то подозрительная машина стоит. В таком-то, каком-то месте. Вот. Если, конечно, так скажут, то копы могут приехать и сказать нам. Какого хрена вы тут делаете еще и с ребенком. Вот. Но вообще тут. Ага, здесь колючая проволока. Типа сорян туда нельзя. А тут, типа, вот так вот камень. Вот. Смотрите. Ну, это море уже. Потому что водоросли морские. Рыба здесь есть, наверное. Вот. Ну, и сам Стокгольм. И, собственно, мы, как эти, как чебуреки со своим лагерем. Как беженцы. Подумают, что мы беженцы. Ладно, если что, мы говорим, что мы беженцы. Собственно, все. Знак я максимально сильно повернул. Его не видно. Поэтому можно спать спокойно. Друзья, доброе утро. Мы проснулись. За время всего нашего путешествия. Сегодня первый день в Стокгольме пошел небольшой дождик. Сейчас выглянем на улицу. Уже слышно, как ходят люди. Катаются велосипедисты. И посмотрим, что там. Что же там. Просто, когда ты ставишь палатку ночью. Это одна территория. Ничего не видно практически. Когда ты просыпаешься с утра, то зачастую бывает. Вообще, до курьеза доходит. Бывает такое, что ты разобьешь палатку у какой-нибудь бабушки под огородом. Бывает, наоборот, что в таком месте красивом. Что, блин, какая же красота. Вот сейчас посмотрим, какая красота у нас, вокруг нашего сегодняшнего лагеря. Прямо в центре Стокгольма. В целом, очень хорошее место. Я говорю, уже все, народ просыпается. Поэтому мы тоже сейчас девчонки в машину. А я собираю нашу палатку. Очень много велосипедистов. Которые наматывают, не смотря ни на дождь, не смотря ни на что. Вот. Очень много бегунов. Кто-то едет просто на работу. Вот как вот этот чувак на электробайке. Кто-то тренируется, как вот эта девушка. То есть, народу абсолютно огромное количество. Я сегодня с утра ничего крутить не буду. Только по той причине, что сейчас мы хотим доехать до центра. пока еще нет сильно пробок. Встать там на свободном паркинге где-нибудь, пока они еще есть. Вот. Выбрать какое-нибудь интересное кафе с интернетом. Посидеть, поработать. Примерно вот такой расклад. Ну и дальше, соответственно, уже будем думать, что делать дальше. Сегодня вечером у нас паром. И мы на пароме подвигаемся в Финляндию. Так. Ну и самое главное. В общем, мы поспать там уже поспали. Сейчас уезжаем. Поэтому что? Поэтому знак можно будет поправить. Сейчас все норвежские, вернее шведы проедут. И в этот момент можно будет в спокойном режиме поправить знак. Все, друзья. Парковка здесь запрещена опять. Официально с сегодняшнего дня опять запрещают здесь парковку. Погнали дальше. Ребята, еще одна особенность центра Стокгольма, как и многих столиц, то, что въезд сюда платный. Поэтому смотрите, утро, огромное количество людей, велосипедистов. В общем, там стоит электронная система считывания въезда. Такая же система была в Норвегии. Они считывают твой номер. И там в определенном аккаунте ты должен быть зарегистрирован. И, соответственно, у тебя списывается оплата. Въезд сюда в центр стоил 35 крон. Мы приехали в центр Стокгольма. И сейчас находимся у той же самой церкви, куда приехали в самый первый раз. Поставили вот там в самом начале машины на паркинг. Кстати, можно было приехать без корсения. И сейчас идем в тот же самый отель. Потому что там были недорогие бомбенные завтраки и обеды. Мы сейчас с большим удовольствием этим воспользуемся. Да, дочь? Пойдем. Не, на самом деле, вы не думайте, мы не дурики. Мы просто сейчас грузим для вас видео как раз для того, чтобы загрузить его на YouTube. Потому что сегодня среда. А каждую среду у нас на канале выходит новое видео. Поэтому мы грузим и танцуем. Ну и так, для контрастика. После наших кемпов, после приготовления еды на газовой горелке или в плитенной кемпе, мы опять сейчас в Стокгольме. И заехали уже в понравившийся нам и, можно сказать, наш любимый отель. Уайт какой-то? Как называется? Урбан Дели. Как? Урбан Дели. Вот. И кушаем уже еду, приготовленную не моей любимой женой и не в придорожных забегалоках, а еду от какого-то шеф-пола. И она, кстати, очень прикольная. Поэтому, если вы сейчас лопаете, вам приятного аппетита. И такой обед нам обошелся во сколько? 155 крон. 155 крон на человека. То есть 300 крон. Стоимость одной кроны. 7 рублей. Короче, по 1000 рублей за человека. Вот мы сейчас здесь покушали на 2000 рублей. Это к вопросу о том, что по Скандинавии можно путешествовать бюджетно, когда ты покупаешь продукты и сам все готовишь. Либо обедая вот в таких ресторанчиках. Вам выбирать. Под каждый бюджет здесь можно найти то, что подходит вам. И составить свое путешествие именно таким образом, чтобы вложиться в тот бюджет, который у вас есть. Шли мы по обычной улице и в подземном паркинге увидели такой магазин. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Здесь бород, смотрите. Тут психодел и там какой-то ставчик. Вот для таких придурков, как мы, написано, что это офис и не магазин, что не надо сюда заходить и трогать вещи, как мы это сделали. Мы уже подъезжаем к парому. В этот раз мы едем не на Baltic Princess, а на Galaxy. Вон он вдалеке, видите? Белый с голубым. Пускает черный дым. Надеюсь, вот это вот не наша, да? Очередь из легковых машин наша, как раз там, где никого нет. Смотри, вот видишь, она сейчас направляет их. А сейчас она направит нас в другую. Вот, видишь? Вот, мамка все знает. Помашем ручкой. Здравствуйте. 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 Надо снимать велосипед или можно оставить его? Ну, в принципе, я не знаю. Ну, мы вообще как бы, если как эти, то проходим. А если как те, то может быть и нет. Мы сказали, как Михаил запускали. Ну, если вы сможете его снять и как-то в машину запихнуть, то да. Ну, это экземорольно. Ну, если что, да, если скажут, там обычно объездишь, там ешь, да? Ну, да-да-да. Тогда все в порядке. А вы откуда? Из Питера. А вы откуда? Из Ярославля. У меня бабушка из Ярославля. О, можете бабушке привет передать. Да, привет. Круто. А ты как здесь работаешь, давно? Я здесь с мамой переехала с 10 лет. Да? Ну, и как здесь живешь? Денег много. Ну, а если убрать деньги? Скучно. Скучно, да. В России хорошо. Ну, ладно, удачи тебе, давай. Вам тоже. Пока-пока. В общем, перед въездом сюда нужно обязательно купить билеты. И в билете нужно указать, какая у вас машина легковая, внедорожник, есть ли бокс, нет ли бокса на крыше. Вот. Поэтому вы можете указать, что, к примеру, у вас просто внедорожник и бокс можно не указывать. В принципе, никто не будет на это смотреть. Тем самым можно сэкономить. Мы, конечно, указали все как есть, но исходя из того, что никто документы ничего не смотрит, можно было, в принципе, проехать и так. Это так на заметку. Вот. Нет, документы смотрят, не смотрят после уже регистрации, после того, как тебе билеты выдают. Да, да. То есть те, кто распределяют, в какую колонну тебе встать, вот они уже не смотрят. Да. И еще вопрос. Вот смотрите, есть парковка платная, если ты поставил машину на платной парковке и не оплатил в Швеции, в Финлянде или в Норвегии. Напишите в комментариях, кто знает, что за это будет. А если делают они штрафы, какие-то выписывают, то куда приходят эти штрафы и какие они. То есть просто интересно. Потому что мы здесь, в Стокгольме, не платили за парковку, но оставляли машину на платной парковке. Вот. И хотелось бы узнать у тех, кто знает, что за это будет вообще или можно оставлять и ничего не будет. Ребят, мы заехали на паром. Сейчас мы находимся опять на палубе для автомобилей. В общем, стоимость этого парома с переездом из Стокгольма до Турку для нас обошлась 6 копейками. Не больше 7000 там в пересчете по курсу. Вот. Вот так вот мы замечательно поставили машину. Странно, что мы ее сюда не поставили. Все, там Влад что-то просит открыть. Вот. Если вы помните, в тот раз мы снимали велосипед, нас загоняли на вторую палубу. Вот там я не знаю, видно или не видно. В этот раз нас загнали сюда вместе с кемпами. Велик не снимаем, очень удобно. Это просто вот безумительно. Заехали позднее всех, но и вообще ничего страшного нет. Есть те, кто ставят кемпы на зарядку. Смотрите, вот сразу идти под кемпы. Это для того, чтобы у них там холодильники, что-то еще, чтобы не испортилось. Вот. Тоже очень-очень-очень и очень удобно. Вот. Везде тут все сделано для людей. В общем, Влада брала билеты, молодец. В предыдущий раз мы плывем на пятой палубе, сразу после стоянки. А в этот раз мы плывем на десятой палубе, то есть на... Ну вот здесь мы мыли. Вот здесь мы купим 5-3-5 палубу. Ну-ну. То есть я не пойду без окна. Сейчас походу у нас с окном. У нас очень мало хороших. Да, сейчас с окном и получается самая верхняя палуба выше десятой. Это тут для загара и для всех. А вот здесь? Сейчас посмотрим. А, нет-нет. Это, в принципе, эта часть зелота и 5-2-6. Наших вообще несколько. Может мы вообще просто в коридоре. На сидячках. Ладно, вот смотри. Для ребенка кровать уже принесли. Прикинь, на сидячках. В общем, мы взяли вот такой телефончик здесь в магазине для детей. Влад себе взял шоколадку, я себе взял еще сыр. Еды у нас, в принципе, немного. Набирать особо не будем. Смотрите, как люди закупаются. Чувак купил тележку, купил пиваса. Это дешевле в разы, чем покупать финки или чем покупать в Швеции. Вот такой раствор. Еще раз проведу вам экскурсию по нашей каюте. Она супер простая. У нас нет окна. Здесь зеркало. Эта полочка откидывается, собственно, вот так. Здесь может размещаться один человек. Это точно такая же откидывающаяся кровать. И здесь диван, который можно так поднять. Отсюда размотать там уже заправленную эту. И еще одно спальное место. Здесь у нас гальюн с душем. Очень похоже на атомный ледокол Таймыр. Вот. Здесь у нас... Да, да, да. Здесь у нас гардероб. И, собственно, вот выход. Я вам покажу как. Оттуда длинный коридор. И сюда. Тут недалеко лифт. Выхожу я из душа. Влада кормит дочу. И такая говорит, смотри, что здесь есть. И написано. Смерть. Русский. Даже неправильно писать. Не русский. А кто-то писал. Не дождетесь. И по ходу крови нарисов. Мне кажется, это лак для ногтей. А, может быть. Ну, так вот представляете себя. Мы сейчас в Турку, в Финляндии. И держим путь до Хельсинки. Навигатор нам показывает, что ехать нам где-то час тридцать. Сто семьдесят километров. Едем. Не торопимся. На часах у нас пол восьмого утра. Значит, где-то часов в девять будем на месте. Погнали. На самом деле мы планировали, приехав в Турку, доехать до Хельсинки. И сегодня весь день погулять по Хельсинки. Переночевать еще один день в столице Финляндии. И уже оттуда завтра ехать в Санкт-Петербург. Но что-то так соскучились по России. Плюс еще эта пасмурная погода. В общем, приняли решение проехать Хельсинки транзитом. Остановиться сейчас где-нибудь позавтракать. И сегодня уже ехать домой. И надеемся сегодня уже быть в Петербурге вечером. Поэтому примерно такие планы. Путешествовать с детьми можно. Путешествовать с детьми нужно. И путешествовать с детьми можно по-разному. Еще раз говорю. От комфортных гостиниц до абсолютно безбашенных ночевок в центральном парке в Стокгольм. Поэтому путешествуйте и запомните, что все основные барьеры у вас в голове. Нарушайте эти барьеры. Разбивайте эти барьеры. Выходите на новый уровень. И получайте море новых положительных эмоций. Сейчас еще пару слов вам скажут Влада, а я буду рулить. Ведь через 400 километров у нас уже Россия. Детям хорошо. И там за их родителем. И не важно, комфортно это отели, палатки, дом, что угодно. Поэтому если твой ребенок счастлив, то и родители счастливы. И соответственно наоборот. Вот такая простая истина. Поэтому... Дочь. Видите какое счастье в глазах. А сколько, представляете, она спала на свежем воздухе. Как кайфово ей было там. Да? Одно наше маленькое путешествие, как два месяца просто прогулок у нас в Ярославле. Путешествуйте и наслаждайтесь. И самое главное, самое главное, друзья, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Если хотите... Слушайте комментарии. Да, если хотите не пропускать новые видео, под видео нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И поделитесь этим видео в своих соцсетях. Расскажите о нем своим друзьям. Я считаю, что путешествовать должны больше. И путешествовать должны спокойнее, непринужденнее и интереснее. Всего вам хорошего. С вами был Богдан Балычев. Владлена Балычева и Есения Балычева. И это канал про путешествия. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok